На днях газета «Коммерсант» вдруг неожиданно вышла со статьей под названием «Петербург ждет дефицит хлеба. Якобы не хватает вагонов для перевозки зерна». Всегда вот вагонов хватало, а сейчас не хватает. Причем авторы статьи ссылаются на документ, который якобы губернатор Полтавченко отправлял в правительство, где высказывает свои опасения по поводу нехватки вагонов. Но посмотреть это письмо, чтобы понять, насколько то, что там изложено, соответствует масштабам катастрофы, которые грозят Петербургу, журналисты из газеты «Коммерсант» не представляется возможным. То есть либо у них просто письма нет, либо факты, изложенные в этом письме, не совсем соответствуют тому, что написано в газете. Здесь надо сказать следующее. Петербург – это не только второй город страны. Петербург – это точка, где соединяется и тесно переплетается огромное количество политических и коммерческих интересов различных групп влияния. Явных, скрытых, официальных, теневых. И каждая из этих групп влияния преследует свою определенную цель. Вот почему Петербург чаще других субъектов федерации становится объектом для информационных атак. А кто стоит за очередной информационной кампанией на Петербург? И почему для этих целей выбрали одну из самых священных тем для нашего города – хлеб? Давайте посмотрим. Все черные информационные кампании обладают тремя ключевыми признаками. Первое. За каждой такой атакой есть чей-то определенный интерес – политический или финансовый. Второе. Темы должны выбираться так, чтобы нельзя было сразу определить заказчика. И третье. За них очень хорошо платят. Порой бюджет таких кампаний составляет не десятки, а сотни миллионов рублей. Это очень такая темная история. То есть об этом нельзя так прийти в рекламное дело и договориться. Это делается через какие-то связи, через каких-то знакомых, через какие-то темные такие каналы. В итоге появляется одна статья, потом она начинает уже бесплатно перепечатываться везде. Потом на нее может отреагировать прокуратура. Или она может уже от прокуратуры ждать, что сейчас выйдет эта статья, она на нее отреагирует. То есть там разные могут быть схемы. Как говорят пиарщики, чем больше ложь, тем быстрее в нее поверят. Заголовок «Петербург ждет дефицит хлеба». Блестка, тревожно, а главное, очень резонансно. Ведь в нашем городе со времен блокады всегда особое, почти священное отношение к такому понятию, как хлеб. И появление в федеральной газете подобной публикации – это информационная бомба. Но главный вопрос – а где документ, на который ссылается автор? Где официальный документ, на основании которого делают выводы о дефиците хлеба? Вот уклончивый ответ автора статьи. Документы нам этот журналист так и не показал, а он и не нужен. Главная цель достигнута. Все СМИ всю неделю обсуждали Петербург и угрозу отсутствия в городе хлеба. А официальное провяжение этой информации со стороны властей города уже мало кого интересует. Речи о дефиците хлеба или каких-либо других дефицитах в городе вообще принципиально нет. Каких остановок на предприятии не было. Запасы муки, они, естественно, то есть зерна для производства, находятся у нас здесь в Санкт-Петербурге. Но если проанализировать последние публикации многих федеральных газет, то можно найти целую серию статей якобы про нехватку вагонов для хлеба. Хотя вагонов что в прошлом, что в этом году не стало меньше. Ничего не изменилось. Изменилась только одна маленькая деталь. Российские железные дороги сейчас хотят забрать у коммерческих перевозчиков часть подвижного парка вагонов. А коммерсанты отдавать их не хотят. И кому-то выгодно, чтобы эта тема как можно более громко и масштабно оставалась в информационном поле. Сейчас, я так понял, что идет какое-то передело рынка, то есть забирают у них эти вагоны, забирают эти перевозки, они этим возмущены и пытаются отстоять как-то это дело. И вот бойкот зерноперевозок, попытка блокады Санкт-Петербурга, это для них как бы мощный повод противостоять отбору у них вагонов. Заказная статья или не заказная, мы не знаем. Но знает автор. Только говорить на эту тему почему-то не хочет. Все, до свидания. А тем временем в Петербурге по официальным статистическим данным на сегодняшний день на прилавках магазинов представлено более 50 различных сортов хлеба. Факт мало свидетельствующий о дефиците хлеба, которым пугают столичные журналисты. Но об этом мы вряд ли прочитаем в прессе. За такие публикации миллионы не платят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова